Батя с дедом. Нам надо срочно вакцинироваться. Их вакцина. Спутник 5. Кто пишет, а с утра ещё и вакцинация. 7-летний я. Родители, у меня шатается зуб. Мама, не трогай, пусть сам выпадет. Отец. Боже, не повторяйте. Учитель, наорав на ученика за то, что тот щёлкает ручкой. Ученик, которому нужно щёлкнуть ещё один раз, чтобы начать писать. Врач. Роды займут 9-11 часов. Спидранеры. Женщина поставила рекорд, родив ребёнка за 27 секунд. Не, ну это не честно. Они спидранеры. Они много закрепляли. Ночь. Стук в дверь. Смотрю в домофон. Жена с детьми и собакой с прогулки вернулись. На которую они ушли 17 лет назад. Какой-нибудь в болото гулять. Этот принтер проклят. Что бы я не отправил на печать, на выходе всё равно получается лич. Боже, серьёзно, смотрите, это Ленин. Автогонщик Формулы-1 Себастьян Феттель вышел на трибуны после своего заезда и убрал мусор за болельщиками. Всем это понравилось. Молодец. Лучше, чем говорить. Убирайте за собой. Один раз вышел, убрался, другие посмотрели такие. Блин, чё-то нам стыдно. И стали мусорить в два раза больше. А он чучу. В Киеве женщина, тело которой водолазы искали несколько часов, сама подошла к ним и спросила, что случилось. Она такая, я вам помогу, смотрите, вот, я нашла сама себя. Снупдог начал стримить игры, но забыл включить звук, и несколько дней транслировал тишину, пока его кореш всё не починил. Тысячи зрителей четыре дня смотрели беззвучный угар рэпера, и многим было и так норм. Фанаты достойны своего кумира. У нас своя связь. Прикольно. Когда мне лень готовить, я покупаю свежую пасту в магазине, жарю грибы и заливаю всё это сливками, засыпаю пармезаном. И запиваю вином, конечно же. Кто-то пишет, нифига себе, когда мне лень готовить, я просто не ем. Друзья, здорово, меня зовут Макс. Мемы, как всегда. Кто такой Есейн Болт? Чё-то не догоняю. Объясните, кто такой Шердингер? А то я уже не жив, не мёртв от любопытства. Кто такие Инквизиторы? Я сгораю от любопытства. Кто такой Ом? Не могу сопротивляться от незнания. Кто такой Менделеев? Сплю и вижу, как бы узнать. Просветите насчёт Эдисона. Да и кто такой Ампер? Любопыт наш трясёт. Кто-нибудь слышал про Бетховена? Кто такой Фрейд? Недавно встал вопрос. Расскажите про Ньютона, а то я прям тяготею к этой теме. Союз юмористов. Это ж братья Пономаренко. Ваша девушка, физик ядерщик. Паника. Она говорит, I love you. Она говорит, I love you. Уран? Мой любимый факт про стрекозу. Попав в сети паука, она может съесть самого паука, блин. Сюда подошёл паучара. Теперь у меня есть любимый факт про стрекозу. Вообще стрекозы это жуткие хищники мира насекомых. Про нейроны слышал? У меня там связи. Прикольно. Я в универе играл в что, где, когда. У нас был в команде парень, который часто брал вопросы. Ну, типа, отвечал, да? Брал вопросы. А когда мы у него спрашивали, ну и откуда ты это знаешь? Он отвечал, я видел про это мем. Ну и с лёгкостью руки у пацана появилось прозвище профессор мемологии. Мы с вами тоже могли бы играть, что ли, когда, отвечая на вопросы по мемам. Сказка. Жили-были принц и прекрасная принцесса. Они полюбили друг друга с первого взгляда и решили пожениться. Но у принцессы была одна тайна. Сказала она принцу. Не смей есть мои печеньки, ибо я должна их есть каждую ночь. И не послушался принц возлюбленную. И сожрал её печеньки. Когда принцесса проснулась ночью и не обнаружила на кухне своих печенек, то тут же превратилась в страшную ведьму. И принцу настал конец. Мне точно сегодня домой приходит, отвечает, видимо, принц. А, то есть он вчера съел её печеньки, и она ему в WhatsApp, в чате пишет этот намёк тонкий такой. Да, понятно. Не рассаживайте нас, пожалуйста. Мы не будем разговаривать. Правда, правда. А через пять минут прогноз цен на нефть является ли коронавирусом искусственным оружием для популяции, биткоин-то зло или спасение, рейтинг, вакцина. Окей, да, это обсуждают современные школьники. Когда на работе всё идёт по звезде, а ты даже не собираешься ничего решать, потому что тебе платят копейки. У меня было такое, серьёзно. Я сидел в офисе, мне зарплату задерживали уже чёрт знает сколько, и там какой-то кипиш начался, я такой сижу. Так-так-так, посмотрим. Уважаемый покупатель, если на кассе очередь более пяти человек, нажмите на кнопку, кто-то пишет, и очередь уменьшится на одного человека. Отличная кнопка, блин. Я после любой образовательной лекции. Я, как любопутствующий обыватель, после лекции стал понимать основы квантовой физики меньше, чем до лекции. Буду честен, я немного отстал. Да, физики сами не понимают квантовую физику, они просто её изучают. Когда во время чумы убил 100 миллионов человека, открыл золотой скин на персонажа. Школьники из России завоевали все пять золотых медалей на 51-м международной олимпиаде по физике, которая проходила в Литве. Золото взяли все пять участников российской команды. Москвичи Николай Кононенко, Артемий Новиков и Данила Самоделкин. А также Матвей Князев и Денис из могилов. Откуда? Денис, вылезший из могилов. Ладно, шучу. Из подмосковного Долгопрудного. Ну что, поздравляем пацанов в комментариях. Давайте, пишите им поздравления. Может, даже кто-нибудь их знает вживую, или они меня смотрят. И привет вам, молодцы, гордимся. А не всякими Данями, Милохинами, Тупорылами. Так, что там у нас? Нет дневника, господи. Боже, в смысле? Девочка, Луи Виттон, Прада Гуччи, женщина. Шальная леди, трусильвания. Кто это придумывает, названия такие? Инопланетяне вторглись на Луну 20 июля 969 года. Да, еще скоро инопланетяне вторгнутся на Марс. Наверное. Я. Пятый раз не могу принести нужную отвертку. Батя. Да иди сам, возьми свою отвертку. Докопались эти бати. Я своих детей не докапываю отвертками. Только молотками. Шучу. В тибетском леднике нашли вирусы возрастом 5000 лет. Большинство из них неизвестны науке. Судя по генетическому коду, эти вирусы могут заражать клетки в условиях экстремального холода. Не трогайте это на Новый год, говорит мне. Окей. Препод, сдавайте курсачи. Студент. Курсач у меня дома. Курсач у студента дома. Он просто писал его невидимыми чернилами. Бабирус, советник питающих из семейства свиней, подотряда неживачных. Их клыки могут вырастать до таких размеров, что они начинают загибаться и вырастать в череп. Зачастую убивая животное. Бабируса, клыки Бабируса. Эволюция очень странная вещь. Ничто так не украшает женщину, как сытый откормленный кот. Смотришь на это довольное табло и думаешь, ну раз кота кормит, то и мне что-то перепадет. Слышь, не речь к нам в семье, говорит кот. Нет, тебя вискосом накормят, чувак, не надо. Примерно к 20 годам приходит понимание, что тренировки нужны не для похудения, а для того, чтобы подниматься на третий этаж без отдышки. На лифте можно ездить. 2003 год. О боже, я в колледж... Не, я не... А, меня из универа выгнали! В 2003-м меня из универа выгнали! 2003 год. Вот, держу пари, у богатых иллюминатов есть космические корабли, готовые покинуть Землю во время апокалипсиса. 2021. Да, возможно. Почему не существует Windows 9 и iPhone 9? Почему все пропускают эту цифру? И есть интересный момент. Дело в теории единого подсознания. Это может звучать несколько странно, однако теория подтверждена фактом существования предмета как причины. Нам известно, что Apple, как и Microsoft, западные корпорации, которым, в принципе, лак... Которым, что, которым, в принципе, локальный рынок России и СНГ неизвестен и знать о том, что у нас здесь происходит, им, казалось бы, неоткуда. Но, внимание, здесь свою роль играет единое подсознание и мощность симпульса частного русского подсознания, связанного с цифрой 9. Как связанного? Да очень просто. Девяткой может быть только Балтика. Да! А, самое смрадное пиво. Хотя, вроде нормальное. А, ну, что, не, не пейте Балтику, девятка, ты гадость. Есть города, есть мегаполисы, а есть Барселона. Идеально. Ух ты, ничего себе. О, это Нью-Йорк. Суставы, знаешь, у меня там все на мази, мази, на мази, на мази, на мази, там бывает. В Канаде есть бренд продуктов для уборки Arm & Hammer. Hama. Arm & Hammer, надо говорить без акцента. Arm & Hammer. Долей, в которой владеет бизнесмен по имени Arm & Hammer. Круто обыграли имя владельца в названии бренда, подумал я. Но бренд был основан на 31 год до его рождения. А он купил долю только потому, что его задолбали вопросом, не его ли это компания. А, ну, получается Arm & Hammer. А он Arm & Hammer. Забавненький, правда. Конечно, я летом хуже работаю. 11 лет моей жизни меня учили, что летом нужно максимально чилить. Друзья, помимо Ютуба я пишу книги в жанре фантастика. Обмануть вселенную, моя новая книжка, которая вышла недавно. Также я сейчас заканчиваю Вход в рай 2. И Вход в... Ой, какой Вход в рай 1? А пока я все скубе, конечно же, в фикс-прайсе за полуцены вы тоже можете найти. Всех вас люблю, спасибо за просмотр. Читайте книжки. И мимо тоже смотреть не забывайте, ведь это весело. Всем пока-пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok